Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Власти рассчитывают уберечь кировский бизнес от банкротств, выдавая льготные кредиты, а также отменив плановые проверки. Это пока основные меры, которые предусматривают региональные власти для поддержки. Помимо предложенных на федеральном уровне рассрочек и льготных кредитов, в Кировской области вводят до 1 мая мораторий на плановые и внеплановые проверки МСП, а до 31 декабря на плановые проверки федеральных контрольно-надзорных органов. Заемщики фонда поддержки предпринимательства будут освобождены от уплаты пении штрафов. Кроме того, кировский бизнес на льготных условиях сможет взять кредит для обеспечения своей деятельности или выплаты зарплаты. Возможно, пассажирский транспорт освободят от транспортного налога. Как отмечают в правительстве, далее цитата, предложенные меры позволят минимизировать количество банкротств, сохранить производство и рабочие места, снизить налоговую нагрузку. А высвобожденные финансовые средства предприниматели смогут направить на решение иных оперативных задач. Пенсионеров не накажут, если они не заплатят вовремя за ЖКХ. Правда, это только рекомендации правительства в адрес коммунальщиков и компаний, отвечающих за связь. Пени не начислять просят потребителям старше 65 лет и лицам, имеющим такие заболевания, как диабет, бронхиальная астма, болезни почек и мочеполовой системы, новое образование и другое, которым рекомендована самоизоляция. Отмечу, что об отмене пени на три месяца уже объявил Кировский водоканал, причем не только для людей из группы риска, но для всех кировчан. Кировские предприниматели тоже хотели бы отмены пени за неоплаченные вовремя услуги ЖКХ. Такая мера есть в списке, предложенном правительству Кировской области со стороны ВТПП, однако пока это только предложение. На этом все. В студии работала Ольга Близина.